Скандал на Кубани. О широкой свадьбе дочери краевого судьи узнала вся страна. Фотографии с мероприятия попали в интернет. По ним блогеры подсчитали, что на торжество ушло не менее 2 миллионов долларов. Главный вопрос, откуда такие деньги у простого служителя Фемиды? Ответ искала и наш корреспондент Анна Бажакин. Мама, еще огонь. Такой огонь, что в Краснодаре горит. Жаркие разговоры о Елене Хахалевой теперь не только в Краснодарском крае. Редкие кадры со свадьбы ее дочери и обычного следователя. По слухам, это торжество обошлось в 2 миллиона долларов. Свадьба была месяц назад. Все бы уже и забыли, если бы не заявление Сергея Жорина. Пост в социальной сети адвокат сопроводил хэштегами «Суд, закон насудила». Это плевок вам в лицо. Нет, всем нам. Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей суди Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя. Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде. Сумму в 2 миллиона долларов озвучил тоже Жорин. Якобы знакомые рассказали. Впрочем, ничего удивительного, если учитывать, с кем гости пели и под чьи песни плясали. На сцену в тот вечер выходили Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Николай Басков. Гости дарили молодым разное. Родители якобы автомобиль Бентли. Одним словом, наглядный пример, что для детей ничего не жалко. Только откуда деньги? Вот декларация о доходах за прошлый год. Согласно документу, председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева заработала чуть больше 2 миллионов рублей. В таком случае на это торжество она должна была копить 45 лет. И это доход в целом. Какая зарплата у краевого судей неизвестна. В среднем судьи в России зарабатывают около 100 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в конституционном суде около полумиллиона рублей. Должностные оклады судей не позволяют не то, что тратить миллионы долларов, но и даже купить квартиру. Квартиру приходится дожидаться несколько месяцев, а то и несколько лет. Сама Хахалева рассказала российской газете. Платила не она, а муж. В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в 2 миллиона долларов – полный бред. Что называется, цифра, взятая с потолка. Бентли никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей. Также Хахалева намекнула изданию. Те, кто поднял шум, встречались с ней в суде. Даже пытались шантажировать. И этот скандал – месть за ее неподкупность. Анна Бажакина, МИР24.